Всем хелло ребят! Как вы могли уже догадаться, с вами всё ещё я, Никитун. В этом выпуске вы узнаете о десятке самых ожидаемых мной стратегий, которые выходят уже в этом году. О некоторых вы точно слышали. Думаю, если вы любите стратегии, список вам понравится. Погнали! Играя в Battlefleet Gothic Armada, вы управляете флотом. В игре вам доступны 4 фракции. Хаос, Имперский флот, Эльдары и Орки. Сюжет игры разворачивается вокруг Имперского флота, который пытается остановить вторжение сил Хаоса в гаотический сектор галактики. В состав вашего флота могут входить разные космические корабли, от фрегатов до огромнейших линкоров. Вооружение системы защиты корабля можно настраивать вручную. Всё это может повлиять на исход боя. Dark's Dungeon создано под впечатлением от Говарда Лавкрафта. Обращается к теме страха и психологических травм. Игрок управляет группой искателей приключений, исследующих подземелья под старинным поместьем. Перед каждым походом нужно выбрать несколько героев разных классов. Задача игрока – собрать сокровище и провести героев через случайно генерируемые подземелья, отбивая нападение врагов. В игре Frozen Sinems 2 вы управляете небольшим вооруженным отрядом солдат, с помощью которых нужно выполнить цель миссии. В основном это уничтожение солдат противника. Все передвижения планируются заранее. Необходимо раздать команды бойцам на временный лимит в 5 секунд. Этим же занимается ваш враг. В процессе этого можно посмотреть предварительный результат, чтобы можно было изменить свои действия. Endless Space 2 – это сиквел по шаговой космической 4Х стратегии. Началом отчёта по шаговой стратегии указан 3000 год, а местом действия – галактика и входящие в неё звёздные системы. В игре есть 8 раз. У каждой из них свои способности и особенности. Начиная игру, игрок получает одну колонизированную звёздную систему и одну заселённую планету. XCOM, пожалуй, одна из самых узнаваемых по шаговой тактических стратегий. И, как ни странно, думаю, многие с ней уже знакомы. Игровой процесс XCOM 2 имеет много общего с игровым процессом первой части. Одним из основных нововведений стали динамически генерируемые уровни. По сюжету, мобильная база будет испытывать дефицит основных ресурсов. Поэтому одной из основных типов миссий станет добыча артефактов для развития. Игра начинается спустя 20 лет после событий XCOM Enemy Unknown. Пришельцы победили в войне с армиями Земли. Организация XCOM забыта и заброшена. Homeworld Desserts of Carrack – это прикол космической стратегии Homeworld. Стиль самой игры напоминает первую часть. Действия разворачиваются на поверхности планеты. И геймплей больше напоминает стратегию в реальном времени. Центром геймплея является наземный авианосец. Способный собирать ресурсы, производить боевые единицы, проводить исследования и вести боевые действия. Master of Orion – это продолжение пошаговой космической стратегии, выпущенной аж в 93-м году. Новая версия относится к жанру 4Х стратегий, то бишь глобальных стратегий. Исследуй, расширяй, эксплуатируй, уничтожай. Игрок становится во главе одной из десяти доступных рас и сражается за космическое господство путём завоевания и освоения галактических систем. Total War Warhammer – это нечто новое в серии Total War. В этот раз Creative Assembly сделали игру по очень богатой и разнообразной вселенной Вархаммер. Думаю, много смотрячих уже знакомы с ней, а некоторые даже фанаты. Эта игра является тактикой в реальном времени с элементами пошаговой стратегии. Игра будет в сеттинге Warhammer Fantasy. Ashes of Singularity – это футуристическая реал-тайм стратегия, где игрокам предложены несколько планет для сражения в виде локаций. Действия разворачиваются в далёком будущем. Человечество давно утратило материальную форму и превратились в существа чистой энергии и сознания. Довольно странная игра. Дуэлист – это пошаговая фэнтези стратегия с элементами ККИ. Каждая битва будет вестись один на один в онлайн-сражении. Можно бросать мощные заклинания, оборудовать могущественные артефакты или вызвать смертельно опасных миньонов. Что-то похожее на Хардстоун, в общем. К сожалению, на этом моменте моя десятка подошла к концу. Надеюсь, все игры из списка получатся неплохими. Спасибо, что ставите пальцы вверх. Мне дико приятно. Спасибо, что досмотрели. Прощаюсь до следующего видео. Продолжение следует...